Березкина Горожане ответили через 27 минут. Шрамченко прошел по левому флангу, прострелил на печуру, Родион с разворота катнул в дальний угол 1-1. Вышедший вместо травмированного побудея Березкин имел шанс на 83 минуте. Его удар лизнул штангу. Как итог, закономерная и не самая яркая ничья. Слуцк на городском принимал РЦОР БГУ, который после разгрома от Жоденцев был сверх мотивирован. Несмотря на созданные студентами моменты, счет открыли хозяева. На 25-й минуте Константин Котов отлично пробил из-за пределов штрафной. Макавчик был бессилен. Активно Жереми на правом фланге приводило и к другим опасным моментам случан. Как, к примеру, на 33-й минуте, когда в штрафной гостей произошла неразбериха. Но отбиться все же удалось. Уже во втором таймер ЦОР БГУ включил свой реактивный режим и начал с забитого углового. Сверепо на дальней штанге оказался проворнее всех и головой вонзил мяч в ворота. 1-1. 57-я минута вместила в себя сразу два опасных момента. Сначала на высоте был броновец, а сразу же после шикарным сейвом отметился и Макавчик. Абдихоликов не хотел уходить с поля без очередного гола. Начал с удара головой в перекладину на 68-й минуте. А уже на 84-й отлично разобрался и с вратарем, и с защитниками и поразил ворота Слуцка. 2-1 в пользу студентов, хотя хозяева явно не заслуживали поражения в этой игре. Витебск с новым старым тренером Ясинским принимал у себя Арсенал, и это стало отличным экзаменом для клуба из областного центра. Но эта миссия стала намного легче в самом начале матча, когда Скшенецкий схлопотал удаление за игру рукой в своей штрафной. Пенальти за этот инцидент уверенно реализовал Теверов. 10-я минута 1-0. Шокированные пушкари стали ошибаться чаще, и уже через 2 минуты после первого гола Жумабеков воспользовался неточным поперечным пасом, прорвался к воротам и пробил мимо Абрамовича. 2-0. Беды Арсенала продолжились в конце первого тайма, когда Скитова сбили в штрафной, и Теверов вновь подошел к точке. 3-0. Жумабеков продолжал угрожать воротам Арсенала и во втором тайме. На 67-й минуте, к примеру, только реакция Абрамовича спасла команду из Дзержинска от четвертого гола. Как, впрочем, и в остальных моментах, которых хватало. Витебс громит соперника со счетом 3-0, и камбэк Ясинского можно считать успешным. Гомель Невинского лихорадит даже при неплохом подборе игроков, а вот Белшина, пусть и не обладает таким кадровым резервом, берет свое за счет хорошей организации игры. В очной встрече этих команд первое слово взяли хозяева. Ситько на 14-й минуте забросил на Потапенко, форвард не глядя головой пробил штангу. Несмотря на давление хозяев, Белшина смогла найти в себе силы на острую контратаку, в которой Кухарчик прострелил на Васильева. Счет открыт на 25-й минуте. Это явно не понравилось Ситько самому активному на поле у Гомельчан, но его удары не достигали цели, как, к примеру, на 40-й минуте, когда Денисенко спас ворота от неприятного выстрела Павла. Тактика Белшины на контратаке полностью себя оправдала, как только Пашкевич и Васильев сообразили второй гол на 44-й минуте. Выбежали, разобрались с защитниками, забили. 2-0. Последней каплей для команды Невинского стал гол Кухарчика на 60-й минуте. Илья классно принял мяч в штрафной, уложил на замахе панцию и пробил в дальний. Дело запахло разгромом. Реализация Гомельчан в этой игре – тихий ужас. Это подтвердит Макась, который не забил вернейший момент на 73-й минуте. Плюсом ко всему у хозяев удалился Потапенко. О камбэке не могло быть и речи. 3-0 в пользу Белшины. Не совсем ожидаемо, но абсолютно по делу. Батэ – еще одна команда с измененным тренерским штабом и сложными задачами. Экзаменатором Борисовчан в этот раз выступил Днепр. Первый действительно опасный момент у хозяев появился на 23-й минуте. Сначала Малькевич бил в упор, вратарь на месте. А секундами позже Бессмертный пытался пробить Журова. Не удалось. Впрочем, был и третий удар в этой атаке. При отыгранном вратаре в дело вступил защитник Днепра. Гол не заставил себя ждать. На 26-й минуте Милич головой отправил мяч вдоль ворот и нашел на дальней штанге Малькевича. Влад мастерски обыграл Журова. Могилевчане ответили через 4 минуты. Волков ценой травмы и продолжения игры дотянулся до летящего мяча и отправил его в ворота без шансов для Щербицкого. Более того, во втором тайме после углового на 65-й минуте гости могли выйти вперед. Лишь вратарские чудеса Щербицкого спасли Батэ. Фортуна вернула должок желто-синим ногами Шуманского. Молодой талант на 89-й минуте ушел от Железникова и неотразимо пробил в дальнюю девятку. Важнейший шедевр и сложнейшая победа борисовской команды. Претендующая на медали Минская Динамо принимала у себя славию и с первых минут обозначила свои претензии на победу. Бакич на второй минуте замыкал подачу с углового. Сокол на месте. Возможность забить была даже у центра Дефа сочивка. Александр на 27-й минуте головой пробил в перекладину. Гости не зевали. На 40-й минуте Ромес воспользовался ошибкой Хаткевича и мог забивать, но Егор вовремя бросился на мяч и спас ворота. Мазыряне даже сподобились на два гола. Оба были не засчитаны из-за офсайда, но после второго Динамо организовала острую контратаку, в которой мяч так и не дошел до открытого Вакулича и ворота, соответственно, тоже. Еще один полумомент был у Жердева на последних минутах игры, но этот вечер обеим командам подарил лишь по одному баллу. Безголевая ничья. Лидирующий не по факту, но по потерянным очкам Шахтер принимал на строителей Ислач, который испытывает спад в игре. Матч в Солигорске не стал исключением из правил фарта. Уже на 11-й минуте Пакка грамотно зацепился за оппонента. Антич развел вратаря и мяч по разным углам. Все тот же бразилец имел шанс на исходе первого тайма. Его удар коснулся сетки с внешней стороны ворот. А вот самый реальный голевой момент был у Даниэля Соса. Совершенно непонятным образом легионер Ислачи с метра не попал в ворота после отскока мяча от штанги. Невероятно. На 60-й минуте Соса продолжил транжирить моменты. Его удар головой в уже отыгранное ворота пришелся мимо дальней штанги. Филипенко на 79-й минуте замыкал подачу с углового. Только вынос Пигаса спас Ислач от второго гола. Уже в добавленное время Самиев мог сравнять счет. Плотников недюжинными усилиями сохраняет для своей команды минимальную победу. И «Шахтер» продолжает претендовать на золото. Программу 18-го тура закрывали в Бресте, где Неман приехал к усилившемуся «Динамо» Брест. Команда Ковалевича в этой встрече была явным фаворитом, что захотел подтвердить Савицкий на 6-й минуте. Его выход один в один закончился ударом в штангу. Следующий момент за Шукуровым. Он хлестко пробил из-за пределов штрафной уже через минуту. Вратарь на месте. Тенденция дальних ударов гостей продолжилась в середине первого тайма, когда Зубович, что и силы, бахнул в штангу метров с 26-ти. Не остались без моментов и брещания. Гордийчук подкараулил отскок мяча и пробил слету на исходе первой половины игры в руки Василючику. Лынько на 57-й минуте имел момент, в котором решил пробить сам, а ведь мог отдать на свободного партнера перед пустыми воротами. И все же самый опасный момент был у все того же Савицкого. Павел на 90-й минуте принял мяч перед воротами и успел пробить. Но Казакевич вовремя срезал угол и оставил счет ничейным. 0-0 в западном дерби. На экране вы видите результаты 18-го тура «Беларусьбанк» высшей лиги. Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата. У Батэ и Шахтера равное количество очков, но у Солигорцев есть матч в запасе. Ислыч стремительно сдает позиции, а Витебск смог выбраться из зоны вылета. 19-й тур начнется матчем «Арсенала» и «Жодинского торпеда» в пятницу. Гвоздем тура, безусловно, станет игра за 6 очков между Батэ и Шахтером на Борисов арене. Продолжение следует...